Новый год подкрался незаметно, и мы продолжаем изучать новогодние обновления под названием Рождественский Экспресс. Пару дней назад вышло новогоднее обновление, и, что самое странное, мы уже успели выбить самую крутую машину из кейса, а именно BMW XM Offroad. Но сегодня нас ожидает не менее насыщенный день. Я куплю донатный гелик за 50 тысяч рублей, а также японскую легенду Хонду. Прокачаем все машины и посмотрим, на что они способны. Да ранее скажу, тачки реально огонь. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Али Кофи, и добро пожаловать на новое видео. Ну что ж, серия получилась крайне интересной, поэтому обязательно досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, не забывайте заранее, прижимая кнопочку лайка и подписываться на канал, ну а мы начинаем, поехали. Дорогие друзья, сегодня у нас последний день перед тем, как мы с вами окончательно попрощаемся с 2023 году. А что нужно делать перед тем, как заканчивается год? Конечно же, нужно закончить все свои незавершенные дела. Именно поэтому сегодня мы вновь вернулись на размерчик, чтобы закончить и поставить жирную точку над тем, что мы не успели сделать в этом году. Ты куда? Ну, угомонись, пожалуйста, ну ты чего, ну куда? Ну ты вообще нормальный человек, нет, а? Ну ты типа как вообще, у тебя все хорошо с головы, а? Ты знаешь, сколько машин стоит вообще ламбаргинисты, страта-то, а? Не страта-то, а? Много? Много, денег не хватит, где сюда, я тебе сейчас за морковку потяну твое. Идиотный, Лось, иди давай, отдыхай, а? Так вот, друзья, что у нас сегодня попало? Сегодня у нас, как я уже сказал, очень... Ну ты угомонишься сегодня или нет? Отставить, отставить, говорю, стоять! Ну, XM не трогай, ну все, угомонить хватит. Тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Видите, у Артема уже новогодний стройник заиграл, да? Все, я не толкаю. Ужал, угомониться никак не может, смотрите, а? Вот это просто в кураже перед завтрашним днем, так, конечно. Затросли каждый день до всех нас. Завтра оливье, понимаете? Шампусик детский, ребята, ну чисто по классике, а? Ну что, сегодня что? Ну, ну, угомон... Короче, все понятно, я тебя сейчас убью, реально, угомонись, пожалуйста. А, все, я сажусь за руль. Я еще даже ни разу не заводил этот XM, вот чисто вот специально, чтобы сделать это сегодня. Ну что ж, дорогие друзья, как вы помните, в прошлой серии мы с вами со второго, со второго зимнего кейса выбили вот этот аппарат. Соответственно, это самая редкая машина, которую можно было получить из этого кейса, и мы ее выбили со второго кейса, да? Вот так вот, просто вот так вот легко мы это, на удивление, сделали в кои-то веке. Ну что ж, сегодня мы поедем... А, ключи не ставь, ну присаживайся, давай, все уже, я же, смотри, у тебя шило там в одном месте, давай, садись. Ну что, первый тест-драйк, первый запуск, как говорится, да? Посмотрим вообще, на что способна эта машина. Но, ребята, сразу хочу вас предупредить, что сегодня мы не только сделаем обзор на эту машину, но и купим еще пару новеньких тачек. Поэтому сегодня, как я уже сказал, очень насыщенный день, ну и денег потратится, конечно, сегодня очень-очень много. Слушай, а сзади это что, это канистры бензина красные, да? Ну, видимо, да. Понятно, ну что, давай смотри. Слушай, ну у меня, если честно, складывается такое ощущение, ну это ж оффроуд у нас автомобиль, ведь так, ведь так. Ну вот да. Ну, ооо, на этой тачке было бы им баллости ехать, мне кажется, по тому маршруту, по которому мы ехали в прошлой серии. Типа по всем этим ЖД путям, по всему этому снегу, да. То есть, ну тут реально машина прям, ну это оффроуд версия, она прям предназначена для этого, да? Она прям называется XM Оффроуд. То есть, вот на этой тачке, мне кажется, это было прям имба, если честно, вот проходить через все эти машины. Ну что, пока что я могу сказать. Понятное дело, эта машина не будет ехать 400-500 км в час, да, потому что это вообще оффроудная версия автомобиля, да? И вообще этот ЖИП, внедорожник. Вот, поэтому как бы, но пока в целом, кстати, ребята, если что, мой магазинчик 24 на 7 заходить. Самые низкие цены, самый лучший товар, самая качественная продукция. Это неправда, вот это неправда. Клянись, 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 клянись. Клянусь. Да, конечно. Да. Ой, смотри, у нас гонка, смотри. Мы, давай на обгон берем целесики делаем. О, попуски. Ну это вообще, мы в стоки едем, смотри, мы просто... А что, да реально это легко. Мы в стоки их обгоняем, это нормально вообще, не, а? Да, ну, ребята, ну что я могу сказать. Ну, XM это, конечно, вещь. XM это, конечно, сила. Так, ну что, наша главная задача какая на данный момент? Мы прямо сейчас едем в СТО, а перед этим заезжаем и делаем третий стэш после этого в СТО. Я надеюсь, СТО починили, мы сможем сделать нормальный тюнинг автомобиля и, соответственно, его перекрасить. Ну, в стоки мы, кстати, пока ехали где-то 200... Блин, нет, кстати, нормальное управление. Реально нормально управление. Вот, клянусь, когда ты что-то говоришь, вот, ну, валишь, что-то плохое произойдет. Так это каждый раз, так, ну почему, блин, а? Ладно, ладно, нормально. Зато в разумасе оказался, слышишь, поближе к СТОшке и к СТОшке, так что... Все по плану, все по плану, как я и говорил, да. Ну что ж, дамы и господа, мы, наконец-таки, добрались до СТО. Поставили уже третий стейш, и, соответственно, осталось посмотреть, какие внешние модификации можно сделать и сменить с этим автомобилем. Ну что ж, сейчас самое главное, чтобы это... Э-э-э, куда, ну, куда поехал? Ну, угомонись! Ну я сейчас... Ну что это такое? Ну, угомонись-то, елки-палки! Ну что это такое начинается, а? Все, вроде бы совсем разобрались, ребята. Соответственно, давайте смотреть, что можно сделать. Так, ну дисочки. Ой, 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 ой! Не, ну, как будто диски по стоку прям вот, ну, реально то, что надо, ничего, вообще менять с этой тачкой вообще не стоит, да. А то что-то, ну, дисочки, что-то как-то реально, ну, какие-то тут все прям очень странно максимально смотрятся на этом автомобиле, да. Так, давай... Ну, кстати, вот эти неплохо, я скажу, что так смотрятся, по-моему, да. А что там с человеком появилось? Не? Вообще не, да? Ну, диски, наверное... О, подожди, ооо, вот эти нужны, ну! О, нет, вот это, вот это нормально. Айф, ну, стиль, а вот это стиль? Нет, не стиль, это колхоз, это колхоз, дорогие друзья. А нет, тут какие бы диски мы ни поставили, тут везде будет колхоз, поэтому я, наверное, вот они, вот они, смотри, чисто для оффроудов. Не, короче, диски менять точно не будем, наклейки, во, вот наклейки, опа. Ооо, так, подожди. Ну, это как будто общие. А, да, это общие, это общие наклейки, да, это дефолтные наклейки, поэтому мы их не меняем. выхлопа нету. Гидравлику. Ну, давай гидравлику, наверное, установим, чтобы машина чуть-чуть у нас-а-а-а. Всё, извиняюсь, забыл. Всё, устанавливаю. Ну, нет, чтобы машина ещё выше поднималась у нас. Это, что фроут нам так или иначе проезжать нужно по непроходимым местам на этой машине. Поэтому будем делать её ещё выше, соответственно, да? Также, я думаю, мы эту машину сегодня покрасим, наверное, в какую-нибудь, наверное, такую новогоднюю, знаете, наверное, какую-то. Зелёненькие, красненькие. Ну, вот, либо зелёненькие, да, либо красненькие. У меня есть баллончики с краской, Мы как раз сможем её покрасить, вот Поэтому я пока вот об этом ещё думаю Её просто запиндюрить её в оранжевый цвет, да Либо вот реально сделаю такой чисто новогодний стайл Так, ну чё, смотрим дальше, чё у нас там Ещё интересного имеется Стоковая, 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 стоковая Стоковая, стоковая, ну всё, да, как я и предполагал В целом на эту машину больше ничего Не установить, кроме как цвета И кроме как всего того, что мы уже Поставили на неё. Чё, давай Смотри, чё делаем, сейчас реально попробуем её Это, закрасить баллончиком, да А уже после этого сделаем тест-драйв Посмотрим, сколько эта машина будет по итогу ехать Ну что ж, давайте попробуем Закрасить эту машину и посмотрим, как По итогу она будет выглядеть Но мне почему-то что-то подсказывает, что вот именно В красной раскраске она будет выглядеть прям Реально красивой, а? Ну, получше По логике, да, по логике, да Так что давайте мы до конца Сейчас доделаем весь прогресс и посмотрим Какой результат будет у нас по итогу Не, ну всё-таки, ребята, вы должны Прекрасно понимать, что это Новый год Транспорт успешно покрашен А где у нас первый-то покрасок? И чё за фигня? И как это? Внутри покрасил Нееет, ну нет, ну что делать, а? А чё за фигня? Может её переспавнить надо, типа такого, не? Может её, ну, может её на штрафт-соянку Да, сюда забрать её быстренько и всё Давайте попробуем А не, админа попробуем переспавнить Может помогут, ща В общем, друзья, к сожалению У нас так и не получилось перекрасить автомобиль Я не знаю, по каким-то непонятным причинам У нас не ставится раскраска Поэтому мы просто решили его перекрасить в жёлтый цвет Ну чё, давай, смотри, какая максималка по итогу До этого мы сколько? 260 ехали, да? Получается, в стоке Сейчас Ну где-то так, да Сейчас На третьем стэше Уже поуверенней Намного уверенней Причём я напоминаю, что это уф-рол тачка Это вообще машина, не предназначенная для скоростей Поэтому по полям ты Ооо! Кстати, я не обращал внимания, как здесь красиво Ну, вот сейчас 300 почти было Только поворот просто вот такой, ну Неприятненький, так сказать Ну, пока Вот 300 едем, кстати Едем Едем 311 Не очень хорошо, слушай Мне прям реально Даже не заносится. Так да, мне прям реально нравится. То есть, ну вот прям то, что надо. Прям реально кайф. Прям реально кайф, одним словом. Короче, не, ребят, вот это тачке. Я прям реально ставлю лайк. Мне очень нравится внешка. Мне очень нравятся её способности. Мне нравятся её характеристики. И в целом, ну реально, тачка очень бодрая. Ну что ж, с этой тачкой мы с вами разобрались. Давайте закончим начатое с ламбы из террата. Посмотрим, какие тюнячки есть на неё. Потому что мы так и не сделали этого в прошлой серии. Потому что, к сожалению, СТО у нас не работало. Но сейчас она работает. И сейчас мы сможем это проверить. Итак, мы загнали ламборгини из террата Хуракан прямо в СТО. Ну что ж, давайте смотреть, что можно сделать с этой машиной. Ну, во-первых, её точно надо будет перекрасить. Наверное, ну да, наверное... Красный, красный. Не, 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 не. Не, мне кажется, думаешь? Ну не, не, вообще нет. Мне кажется, жёлтый надо. Мне кажется, вот ламба в жёлтый или в оранжевый? В оранжевый надо. Во, оранжевый ей очень хорошо подойдёт. А вот как раз-таки BMW, которую мы уже делали, её надо было в красный цвет. Вот, мне кажется, надо было слабнуть именно цвета. Так, ну, нет суть. Давайте смотреть колёса. Это понятно. Опа, наклеечки. Давайте смотреть. Так, ничего, ничего. Да, походу опять общая. Блин, ну вот здесь как будто должна была быть наклейка, потому что она вообще как-то по-другому выглядела и в трейлере, и на картиночках. Ну, то есть там какие-то тоже цифры были типа 63, да. Может, покрасить машину надо? Там просто есть одна. Подожди, давай попробуем. Подожди, сейчас найдём оранжевый цвет. Сейчас покрасим машину, посмотрим, как по итогу будет всё это выглядеть. Ну что ж, мы перекрасили ламбу пока что в голубой цвет. Пока, ну, это чисто так, на скорую руку. Давайте смотреть. Нет, и всё равно. Нет. Вот этот пейнджоп, он не хочет ставиться, вот именно первый. Хотя, вроде как, на ней должна быть какая-то раскраска. Короче, ребят, странно максимально, непонятно, как это работает, но как будто бы там что-то должно было быть. Потому что там, ну, цифрыки 63, там, да, ну, то есть прям, чтобы красиво было, но что-то не то. Так, давайте смотреть, что у нас по деталям. По деталям у нас сток, 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 сток. Здесь у нас так же, ну, короче, да. Ничего больше с этой машиной, к сожалению, не сделаешь. Ну что же, ребят, вот мы и прокачали и ламбу, и BMW X5M. Но если вы думаете, что это всё, то вы глубоко ошибались. Потому что дальше нас ждёт очень интересный момент. Ну что ж, я думаю, что многие из вас уже догадались, что сейчас будет происходить. Я долго думал, честно говорю, я долго думал, я долго принимал это решение. Но в итоге я поставил окончательную жирную точку и принял правильное, грамотное решение. Я покупаю и гелик, и хонду. Я покупаю сразу две машины. И трачено это 55 тысяч рублей. Но, ребята, надо, 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 конечно, надо. Ну что, первым делом мы покупаем на Пуру Саты Брабу. Соответственно, это лимитированная коллекция. Этот гелик реально самый дорогой донатный гелик. Потому что предыдущий донатный гелик стоил 25 тысяч рублей. Это тот самый гелик, который стоит сейчас просто, ну, бешеные деньги. А этот гелик стоит в два раза дороже. Так что, что, покупаем. Получается, все, минус 49, 9, 9, 9, 9. И сразу же покупаем вот эту хонду. Слушай, мне безумно интересно проверить эту хонду на дрифт. Потому что, мне кажется, что неспроста добавляет такую машину. И, скорее всего, она реально должна, ну, прям боком наваливать только дать. Ну что, японская легенда за 5 тысяч рублей покупаем, ребята. Деньги только так просто. На ветер налево, направо, туда, сюда. Ну чего, давай поехали, прокатимся. Так, а где, подожди, японская легенда. А, он, как она сасная просто, я не знаю, как она офигенная, а. Давай, смотри, я заведу сейчас тебе ее. Вместе поедем, доедем. Сейчас сразу на сцеж поставим и то, и другое. Потом тестово. А потом уже и проверим, что вообще к чему, да. Блин, ну, ребят, ну, вообще лайк однозначно. Ой, не так написал, но вообще лайк однозначно надо как бы, да. А подожди, а глазки, глазки, глазки поднимаются. Блин, не, они и так подняты. Ну, ладно, присаживайся. Блин, дачка очень похожа на Инфернос, на самом деле, Сан-Андрески. Прям один в один как будто бы, понял, а? Ну, ребят, гелик смотрится, конечно, очень интересно, реально. У меня просто за эти несколько дней до Нового Года я уже сколько тачек купил себе, это просто жесть. Не, хранить где вообще, скажите, пожалуйста, а? Ну, это же вообще геморрой реально, так каждую машину обслуживать-то, это вообще ужас. Ну что, всё, включаем пятую передачу и погнали. Давай, давай, давай прямячок, давай прямячок. Мне прям интересно, какая тачка быстрее будет. Раз, два, три, поехали. Ну, куда ты там, а? Пыль, Олег. Ну, не, 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 подожди, 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 подожди. Я ж тебя догоню. Японцы делаю трещи. Ну, кстати, а, у тебя ещё и задний прием. Ой, малая, ау. Ты дурак, ты другого японца скинул, вообще там супра была-то, нормально? А, Б, блин. Я не специально, нормально. Дурак, ё-моё. Ну, кстати, ты хочешь? А, нормально то, что этот гелик 270 едет вообще, не? И управляется очень хорошо. Слушай, нет, сейчас на стэш поставим, мне кажется, летать будет только так. Так я реально, я 280 сейчас еду. 280 на гелике, вот оффроуд, ну, в таком вообще, а? Во, надо будет сравнить оффроуд гелик с оффроуд BMW. Ну, гелик мне нравится, слушай. Он выглядит интересно, прям как баги какой-то, прям разобранный гелик такой. И едет и хочет даже хорошо. Блин, прям тачки все классные, которые добавляют. Ну, вот прям каждая из них. Ну, что ж, первым делом я предлагаю заняться геликом. Посмотрим, что вообще можно установить. Посмотрим, что можно вообще с ним сделать. Потому что все-таки, как-никак, за эту машину я отдал 50 тысяч рублей. Так, цвет, цвет можно поменять. Но как будто бы все-таки оставить лучше черные. Ой, белые вообще, смотри. Не, она точно черная, оставляемая, это прям эмба. Так, а диски? О, нифига, вот эти, подожди, стоковые, как будто вот эти прям больше по размеру, не? Как будто даже интереснее смотреть. Какие-то красные штуки только. Ну, не, 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 не. У меня диски, я думаю, мы все-таки с вами не станем. Пусть останутся стоковые, реально такие, как есть, все-таки. Хотя вот эти, кстати, неплохие, не? Вот эти, по-моему. Она будет отличаться от шины, которая сзади, типа, запаски. А, ну тоже верно. Да и по барабану как будто, не? Да ладно, вот эти диски поставим за сотку, за затыгу, не жалко. Давай пока поставим, так, посмотрим, что вообще из этого получится. А уже потом, так сказать, посмотрим, что по внешке еще можно сделать с этой машиной. Так, ну что, диски мы установили. Соответственно, покрасочный работа. О, подожди, а тут только одна покраска еще. Ну, он тоже ничего не меняется, как я понимаю, это вообще не работает. Так, выхлоп, гидравлика. Что, гидравлику, наверное, поставим, да? Ну, чтобы немножечко... Да, 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 конечно, конечно. Все, гидравлику установили, а по деталям, по деталям, мне кажется, будет все как... Ну, да, да. Так, ничего, собственно говоря, больше нельзя установить на этот автомобиль. Ну, что, теперь давайте мы разберемся с Хондой. Посмотрим, что можно сделать с ней. Ну, вот как будто бы там должен быть прям богатый тюнинг. Как будто бы. Но давайте по итогу посмотрим, что же там интересного есть. Ну, что ж, нам осталось прокачать последнюю машину на сегодняшний день. И посмотреть, что можно сделать с ней. Диски не трогаем. Наклейки, наклейки, наклейки. Ничего вообще не меняется с этими наклейками. Короче, там все как обычно. Выхлоп у нас. Ничего нету гидравлика. Не надо сюда ставить. А, здесь вообще никаких деталей нету, прикинь. Прям вообще нету. Прям вообще по нулям. Короче, тогда вообще машину трогать, наверное, пока не будем. Да, наверное, оставим ее пока такое, как есть. Вообще, вот реально, пусть такое и остается. Соответственно, что мы делаем дальше? Я предлагаю вот эту Хонту. Мы сегодня 100% мы едем на ней на дрифт-трек. Будем смотреть, на что она там способна. Да, это раз. Во-вторых, мы сейчас, прямо сейчас, сравним BMW XM оффроуд против оффроуд гелика. И посмотрим, какая тачка по факту является лучшей. Ну, что ж, дорогие друзья, вот они, два аппарата. Две легенды. Подожди, это ты уже на гидравлике, да, получается, да? Да, вроде. Я же ставил, прикинь, но у меня не работает. Прикинь, у меня не поднимается. А, не, во-во-во-во. А, ну, поднимай. Давай, направо, как баба-чин, брата. Что-то как-то это очень странно смотрится, не? Вот у меня, в частности. У тебя колеса, кстати, намного больше, чем у меня. Так ты посмотри, нет, колеса, блядь, ну ты просто глянь, как это странно смотрится. Это очень странно смотрится. Так, что, поехали? Давай, на прямник встанем и поедем просто, да? Ну, опять же, надо сравнить, какая машина будет лучше. Давай только вот здесь налево, наверное. Не-не-не-не-не. Давай вот здесь, вот здесь вот так встаем. Вот здесь встаем и все, давай. На счет 3 готов. Давай, вот здесь аккуратненько встаем. Раз, два, три. Поехали, давай. Ну, как будто подожди. Ну, кстати, если что, ребята, что на BMW XM? О-о-о-о! Ну, это нормально. Ладно, я тебя подожду. Нормально. Не-не-не, пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Ну, давай, 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 давай. Ладно, поехали, поехали. Ну я от тебя там ждал, слышишь? Ну давай, хорошо, я тебя вгоню все равно По факту Сколько едешь? Я 390, ой, 290 Я так же 300 еду Тихо-тихо Ну у нас у фрол тачки, мы вообще должны наплевать на все эти, понимаешь? Не взгоня на дороге 310 еду Ну управляемость Мы ровно Тихо Ну короче, не, гелик имба Гелик мне прям нравится, слышишь? Гелик прям прикольная тачка, реально Слушай, лимит 1 Лимит 1 прописать 409 максималка у гелика У меня 364 409 у гелика, чего вообще? Это нормально, хотите сказать, а? Блин, ну имба, реально имба Слушай, мне нравится Так, давай, я тогда тебе даю гелик, а сам поеду на Инфернусе Ну на Хонде точнее, она просто реально выглядит очень похоже Вот, и поедем до дрифт-трассы Посмотрим, что там вообще можно сделать С этой Хонды, дрифтит она вообще или нет Ну что ж, на данный момент я нахожусь за рулем новой Хонды Японская легенда, как было написано, да? Ну что, догнать ты не можешь меня, правильно? Ну как будто бы нет Ну подожди, третий стоит Вау, боком едем, тихо, спокойно Она боком ставится вот реально очень хорошо Да, есть такое Ну вот мы едем сейчас на дрифт-трассу, чтобы убедиться в этом именно так Но здесь, ну её закидывают Тихо-тихо, ну ты меня догоняешь, потому что у меня задний привод Ну да, и тебя закидывают Да, да, меня конкретно закидывают Ты меня реально обогнал, прикинь Это направо Ой, ты, кстати, проскочил нормально, поздравляю Так, ну лимит один прописать У нас 364, но по факту вы не разгонитесь, мне кажется, до такой скорости Потому что, ну, задний привод начинает заносить Особенно, ну, как бы снег сейчас Как вот, да, там, туда-сюда Ну, сложновато реально, реально сложновато Поэтому, всё, едем на дрифт-трассу Ну, как будто бы Ну, просто, тут звук у этой тачки такой же Прям, как у Инфернуса в Сын-Андреске Ну, вот прям, не знаю, сделали они специально это или нет Но, как будто бы специально Короче, всё, едем на дрифт-трассу Там, я надеюсь, реально, боком сможем нормально раздать на этой тачке Блин, мне просто нравится, что тут все на жигах Прямо реально, смотри Ну, ты видишь это, да? Ну, да, как будто я не могу спустить Я один такой просто на этом приезжаю Ну, чё, давай смотреть Подожди, понятно Немного подлагало, бывает такое Так, аккуратно Тихо-тихо Ну, кстати, слышь По-моему, пока идёт лучше, чем Бэха На которой мы делали это в прошлой серии Вот такая, да, ЦСЛ Но Всё равно пока непонятно как Я говорю, реально Здесь Субарик нужен Вот этот из китайского контейнера эксклюзивный Вот на нём прям имба будет вообще А подожди, у тебя тачки нет, что ли, или чё? Да, меня выкинуло Ты мог это, врач, сказать, нет? Так, нафига Ну, конечно, естественно Не, вот здесь прям хорошо идёт, слышь Вот здесь прям очень уверенно Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Родная-родная-давай-давай-давай Давай, блин, ну киз-зывол Почему, когда киз-зывол Лёгенький сделали, очки сбрасываются? Ну, чё это такое реально, а? Не, ну чё-то может, чё-то может реально Чё-то умеет делать Но всё равно, как будто бы Вот на шигах каких-то реально На ладах Как будто это всё интереснее Ну, то едет, то не едет Я вот этого не понимаю Реально странно как-то чё-то я не пойму Реально не понимаю пока Ну, давай-давай-давай Олег, ну, я тачку у кого-то спиздил Еду-еду Чего это реально? Короче, я не знаю. Пока смешаны какие-то ощущения от такого дрифта, если честно. Но это должно быть вот на таких машинах за 5 тысяч рублей настолько всё легко идти. То типа, ну вот ты просто должен кайфовать от этого. А тут прям, ну сложно реально. Вот просто непонятно в моментах машина настолько сильно сбрасывает скорость, что типа всё, сделать ничего не можешь. Вот, например, сейчас это произошло у меня, да? Ой, я на втором месте, Олег, здорово. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо-хорошо-хорошо. Ты едешь сзади меня или где ты? Да, на Мерседесе, на Мерседесе. А-а-а, здорово! И, мол, ты едешь боком, ты чё? Так, да, я его просто ставлю. Не, ребят, другая тачка нужна 100%. Ну не, это очень круто смотрится, конечно. Вон там впереди Марк едет, смотри. Давай-давай-давай-давай-давай, парный дрифт, парный-парный-парный. Блин, ну круто. Не, то, что есть дрифт-трасса теперь, это вообще кайф. Ты как меня обогнал? Тихо-а. Ай, молодцы, ребята. Ай, красавчики. И вот, и на этом повороте не хватило скорости и сбилую скорость. Короче, я направо поехал. Ну чё, не знаю, ребят, ну какие-то смешки, но чё, я думал, что на этой тачке вообще может будет ли уход лететь, но чё-то как-то нет. Чё, давай последний тест-драйв сделаем, знаешь, чего? Сейчас будет проверка на проходимость, на оффроуд. Сейчас мы берём XM, сейчас мы берём гелик и просто фигачим по вот этим зимним полям. А там вот чё будет, то будет. Ну чё, готов к тест-драйву ты или нет? Чё, на агро? Чё, может на агро поднимемся, смотри, справа, а, или нет? Давай. Как будто ну лютый оффроуд будет. Воу, 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 воу. Понятно. Ебать. Ну, ну да, ну. Вот и двери, зубочки. Ну неплохо в целом. О, нормально. Хорош, молодец, давай. Ну не в ту сторону ты. Ну я только встал, он сам повалился. Нет, ну нет. Нет. Вот и докатились, да, вот оно и всё. Ну здорово, чё, я могу сказать, молодец. Ну чё, давай, дуполь давай, как говори, только аккуратно, прошу тебя, реально. Ну это оффроуд машина, всё аккуратно. Давай здесь просто фигачим, фигачим на все бабки, давай, летим просто. Ебать. Ну, кстати, машины вообще хорошо едут. Офигенно, да. Тихо, 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 тихо. Олег, наверх посмотри. Наверх? Где наверх? Ну, ну всё. А, я видел. Ну как? Долетел ладно? Ну как объясни? Нет, нормально. Скальпом спасался. Живой, да, целый, не вредим? Да, 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 всё хорошо. Очень уверен, ну, молодец, 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 молодец. Блин, тут реально можно теперь гонки устраивать прям настоящие, я понял, прям вот здесь, это же классно. Ну чё, давай, смотри, тут просто бедолаги едут на чём. Реку, реку, ну, за грешу. И мы на чём. Вообще пофигу, смотри. Ой, 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 сальтуга. Я встал на колёса. Подожди, я, я, походу, есть вероятность некая такая, что я немножечко не встану. Нормально, вставай. Подожди, подожди, подожди. Ну давай, роднолька, 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 роднолька. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай машина перевернуть у меня кажется моя перевернется будет у тебя слышь я там белый медведь ходят давайте заставили садись врач у меня . он тебя сейчас они или да это много белых медведей ходит прикинь тут и правда фига тут прям их штук 10 наверное если не больше это жесть это же как она есть получается да ну ребят чё но геля кстати оффроуд прошел идеально сколько раз он не переворачивался он всегда на колеса потом ну типа вот вставал это прям кайф вообще это прям вот для такой машины прям идеально ну что ж дорогие друзья чтобы красиво закончить наш сегодняшний день я предлагаю открыть кейсы в последний раз в 2023 году поэтому давайте начинать давайте открывать и вдруг сегодня произойдет такое же чудо как это было пару дней назад ой нет 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 кстати по сути то недавно был рестарт а после рестарта обычно бывает да что падает что-то реально крутое так что вдруг 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 реально может повезти на что я очень сильно надеюсь я просто не знаю если там еще какие-то тачки помимо это чё это если там какие-то машины помимо вот этого xm of road а именно золотые потому что если есть то можно придут прямо еще реально поставить цель выбить еще но как опять да да но чё-то как-то чё-то как-то не активно чё-то как-то но не так далее сюда либо фиолетовая дай вы кстати даже тайны не убивали сейчас тобой вот так вот чисто к слову скажу да не выбивали вот да интересно как он стоит что я еще до сих пор этого не знаю это у нас он давай давай фастом поехали шапочка вагоне раз honda civic nice suburban nice у вас 2105 ну чё то нет так сам факт того что как это секретный предмет предмет да да я не знаю это как понимать на вторую серию подряд нам реально сыпет с кейсов это как понимать вообще объясните мне пожалуйста это реально как понимать вообще мы xm of road поводит а это чё такое вообще я понять не могу это как так работает вообще она выглядит красиво реально мне прям стиль нравится внутри ляма да я думал дороже будет стоить но эту машину можно купить и в автосалоне насколько я знаю поэтому мы от нее избавляемся ну ребят по моему мы и так сегодня в ажуре в шоколаде уж точно худай ну блин а чё еще вот смотри по сути то из кейсов нам осталось выбить только получается секретный предмет вот это да ну вот да по гаргуч хорошо хорошо прекрасно отлично вообще хорошо блин как будто бы реально если мы выберем вот этот предмет то все мы можем вообще кейса больше не открывать новогодний потому что мы выбили все оттуда нет такого ощущения есть хорошо хорошо сыплет просто реально как в последний раз как будто бы я серьезно говорю предмет фиолетовый все мне как будто мы все забрали понял не как будто мы все будет как будто бы мы забрали уже вся как будто бы мем все как будто бы хуже все забрали его бы ограбили на все суп процентов нам как будто уже больше ничего не удается что-то все-все-все-все-все-все-все-все все-все-все-все-все походу все пенита ляку митя как говорится мне не 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 все все нет для дрифта я буду прям специально китайский открывать прям 100 процентов опа гуч в шляпе в шапочку точнее зимний прикидочек а вас 2102 опа ну не что еще реально может до крутого ну вот шарф мы еще один выбили да вот пошло пошло вот сейчас как будто будет секретный фиолетовый предмет да как будто бы не да кого-то вы не вообще не как будто бы как будто бы вообще нет как будто бы не верю в это не знаю ребят мы что-то уже много кисов что-то открыли что-то втопили чё-то реально дофига как будто бы уже ничего не выпадет кроме вова адидаса но все равно сам факт того что на выбор редкий скин который находится в кейсе это это классно это реально классно это лайк то что мы реально но по сути ограбили этот рождецкий эспресс просто ну до того просто по максимально все у нас у нас есть почти все то можно было выбить из этого киска как-то хочет такое бывает максимально редко я вам серьезно говорю ребят вообще даже не то что не то что редко позже никогда вот даже так подчеркнуй это вас 2105 разогнал что открывает открылая да 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 дожди стоять говорю даст еще как роднуться вот ну вот не гуси под и тр전�د и только гуси и гуси эти Только, блин, а Короче, давай последний 10 Откроем, раз, два Ой, блин, три Ну, давай, четыре Ну, давай, пять Раз, два, три, два, шесть Семь Восемь Давай, давай медленно, давай медленно Девять, вот это девятый Вот это девятый, вот это девятый Вот это девятый, и Шарфучий, хорошо И последний кейс, дорогие друзья На сегодняшний день, и в итоге Это у нас Что же это? Да, нет Не, ребят, к сожалению Мимо, к сожалению, мимо, но так или иначе Мы вывели Вову Адидаса, давайте заберем Посмотрим, как он выглядит, как он смотрится Вообще Ну что ж, дамы и господа, я думаю, настало подвести итоги Сегодняшнего дня Мы сегодня прокачали все четыре автомобиля Все главных четыре автомобиля, которые Да, содержатся у нас в новогоднем Рождественском обновлении, BMW XM Offroad, GELIC Offroad Лампа Лампа Ситеррата И, соответственно, Хонда Короче, тачки все очень крутые Мне прям безумно нравится Гелик прям вообще не пожалел Гелик прям имба Реально классная машина Ну и последок Вот такой чисто скин Который мы выбили Чисто Вову Адидас Немного непонятно, что это именно Вову Адидас Да-да-да Чисто пацанские движения, понимаешь, да? Чисто пацанские движения А как иначе, а? Ты не забывай, кстати, что на моей улице находишься Так что передо мной Ну что ж, друзья, вот такая вот серия у нас сегодня получилась Я надеюсь, вы поставили лайк Подписались на все наши каналы Огромное спасибо за просмотр Все, до скорой встречи И всем пока-пока Дурак, блин